Лайв-студия на 7-м продолжает свою работу. Здравствуйте, меня зовут Сергей Бандур. Я начну прямо сразу с объявления интерактива. Звучит он сегодня так. Что для вас страшнее в условиях пандемии? Потерять свой бизнес или умереть от коронавируса? На такую непростую тему мы поговорим прямо сейчас с нашей гостью Екатериной Блонской, предприниматель. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня вы буквально взорвали социальные сети, написали пост, у которого на тот момент, когда я смотрел, было около 12 тысяч лайков, около 2 тысяч перепостов. Уже около 8 тысяч перепостов. То есть там огромное количество отклика, да. На вас обратили внимание СМИ городские, СМИ центральные. Вот что вы написали. Я готова сыграть в рулетку и умереть от ковид, чем стопроцентно похоронить заживо свой бизнес. Второго карантина мой бизнес не выдержит. Я маленькое предприятие, у которого нет резервных фондов, чтобы выжидать. Я готова подписать отказ от медицинской помощи, чтобы не занимать чье-то место. Но дайте мне и моей команде работать. Вы этот текст писали на полном серьезе или для того, чтобы привлечь внимание СМИ, ну что, собственно, и произошло? Я хочу немножко сделать поправку в ваше голосование. Вы написали потерять свой бизнес или умереть от ковид. Дело в том, что если я потеряю свой бизнес, кроме меня еще 13 человек потеряют работу. Дело не только бизнеса. Дело и в наемных сотрудниках, за которых я отвечаю. То есть я не одна, со мной целая команда. И я за них тоже в ответе. Писала я на полном серьезе. И когда я писала, у меня текли слезы и прям трусились руки, потому что меня это очень сильно тронуло. Я вспомнила свои ощущения, когда объявили первый карантин. Тот шок, непонимание, что делать дальше, как это будет происходить. Сразу свалившиеся на меня долги, потому что как только в ресторанной сфере мы платим зарплаты с двухнедельной отсрочкой. То есть если мне сегодня говорят и завтра не работаешь, то через две недели я все равно должна выдать людям зарплаты, заплатить аренды и коммуналки. Это огромные суммы. И несмотря на то, что я маленькое предприятие, ресторанам побольше, но для них это просто катастрофа. И это не только ресторанный бизнес, это магазины одежды и вся сфера обслуживания, и не только. И я хочу сказать, что мне сегодня писали люди о том, что у них трое детей, ее муж работает на рынке, и в первый карантин они просто закладывали обручальные кольца. Поэтому тут дело не только бизнеса, тут дело элементарной безработицы и того голода, который нам, я считаю, грозит. Вы написали этот пост, по соцсетям понятно, вот мы уже озвучили. Какой еще отклик был? Центральные СМИ на вас вышли, я знаю. Может быть, кто-то уже из чиновников откликнулся? Потому что обычно на такие резонансы в последнее время стало модно реагировать. Ну, из чиновников пока никто на меня не выходил. Я видела националисты написали, что мы с вами, видела несколько очень крупных блогеров и бизнесменов, таких как Евгений Черняк, артисты, но из чиновников пока никто. Хорошо, на что этот пост рассчитан? Вот реальная цель его? Если честно, это был крик души, что я понимала, что он вызовет какой-то резонанс, но я думала, что это будет резонанс среди моих подписчиков, моей аудитории, что он разрастется вот так прямо вирусно по городу, по стране, честно, я такого не ожидала. И те слова поддержки, и тот отклик, который я увидела и услышала, я понимаю, что это боль не только моя, что это какая-то уже общенациональная боль. Этот пост не был ни рассчитан ни на что, он не был призывом, я даже не рассчитывала, что я до кого-то достучусь. Мне просто больно от этой ситуации, и мне хочется уже кричать просто. Я напомню нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, телефон студии 726-3326. Вы можете набрать нас, задать свой вопрос, либо же озвучить свою позицию по поводу того интерактива, который был предложен, ну и, собственно, по поводу поста Екатерин. Возвращаясь к теме того, на какую реакцию вы рассчитывали. Получилось то, что получилось. Огромный резонанс, завтра он будет еще шире. Небольшой анонсик сделаю. Завтра выйдет интервью с Екатериной Яблонской, которое записала Анна Кравцова, главный редактор 7-го телеканала, для проекта УСИ. Там будет намного более жесткий формат, без купюр. Поэтому сейчас у нас телеверсия, завтра будет уже версия для соцсетей, собственно говоря, и других платформ. Я прошу прощения за мат у тех, кто был к нему не готов или будет. Ну мы предоставляем выбор нашим зрителям, кому ближе классическое телевидение, добро пожаловать на седьмой, кому нет, есть, мы предлагаем альтернативы. Да. По ситуации. Случилось, как случилось. Получился резонанс. Вы сейчас понимаете, что, возможно, вам придется стать во главе какого-то движения, которое тем человеком, который будет продвигать эту идею, которой вот вы это зерно кинули, и почва оказалась очень благодатной. Теперь, возможно, придется дальше отстаивать эту свою идею. Вы готовы к этому? Я готова отстаивать, я готова нести ответственность. Я не знаю, готова ли я что-то возглавлять, но я точно не готова участвовать в этом под эгидой какой-то партии, или чтобы это имело какой-то... Ну это как минимум будет социальное движение, в тех же соцсетях. Да, и это даже не против, это даже не за свержение чего-то или кого-то. Это просто очень хочется быть услышанным. И чтобы те, кто это делают, понимали, что это несет за собой последствия, возможно, даже большие, чем отсутствие карантина. Потому что с наших налогов платятся зарплаты тем же врачам, учителям, и платятся пенсии. Что будет, когда я и другие мои... Господи, уже забыла как это, коллеги... Когда другие мои коллеги перестанут платить налоги, потому что мы просто не сможем этого делать. Не с чего нам будет это делать. С чего тогда государство будет выплачивать зарплаты и пенсии? Я не знаю. Мы в Пасху сделали благотворительную акцию, поставили скамейку, коробку, и в нее напекли 500 пасок. На тот момент я уже была в долгах, но мы все равно это сделали. 500 пасок и написали, если можешь, поделись. Не можешь, возьми. И нам привозили туда чай, мед. И приходили бабушки и дедушки, не только бездомные. А вот реальные бабушки и дедушки, которые живут в центре города, у которых там нет внуков, которые могут им помочь. Приходили и брали себе эти паски. Это социальная ответственность бизнеса. А теперь, о какой ответственности вы просите у государства? Что должно государство сделать, чтобы облегчить прохождение карантина предпринимателям таким, как вы, которые работают на себя и которые дают рабочие места и другим? Я считаю, что в таком карантине, как они предлагают, смысла никакого нет. Потому что они не там ищут. Если не закрываются крупные магазины, но при этом закрываются маленькие магазины, я считаю, что мне в моей маленькой кондитерской на 10 посадок гораздо проще смотреть за санитарными нормами, за своими сотрудниками, чем в гигантских каких-то предприятиях, которым разрешают работать. Как они сделали день города? Для чего это было? За это время, 3-4 месяца, пока не было карантина, вполне можно было сделать какие-то штабы, набрать волонтеров, научить их, как, не знаю, ставить капельницы, построить какой-то полигон, я не знаю, мини-больницу. Ну, китайцы за сколько? За неделю они построили больницу? Я понимаю, что мы не можем. Но у нас было 3-4 месяца, чтобы хоть как-то подготовиться. Все понимали, что будет вторая волна. Об этом все говорили еще с прошлого года. Но никто ничего для этого не сделал. Хорошо. Какие меры должны быть, по-вашему, приняты, чтобы бизнес мог выжить в условиях, если будет ужесточение карантина? Если будет ужесточение карантина, часть бизнеса умрет при любой ситуации. Даже если они отменят нам налоги, даже если они отменят нам аренды. Это было бы неплохо. Но люди останутся без работы. Мои все сотрудники останутся без работы. Спасибо, что вы мне сняли аренду, спасибо, что вы мне сняли налоги. Но люди останутся без работы. Это самое важное. Хорошо. То есть модель вот та, которую вы описали у себя в публикации. Писать отказ от госпитализации, понимания ответственности. Я считаю, что у меня... Что со мной случится, это на моей совести? И ходить с этим аусвайсом или как? Я считаю, что у меня есть право выбора, работать или нет. Так же само у людей есть право выбора, прийти ко мне в кондитерскую или не прийти. Если вы боитесь заразиться, сделайте себе самоизоляцию, сидите дома, носите своим родителям еду. Как, например, сидит у меня бабушка, она сидит на самоизоляции, потому что мы за нее переживаем. Но кто будет ей носить еду, если я не буду работать? Если мой папа не будет работать, потому что завод, на котором он работает, закроют, а его закроют, потому что их работает там больше 10 или 20 человек. Это все нелогично получается. Хорошо. А если вы заболеете, кто бабушке будет носить еду? Ну, у меня есть семья. Но если я заболею, позаботится об этом моя семья. Я просто говорю о том, что у каждого есть право выбора, болеть ему или не болеть. Ну, вот смотрите, вы... Болеть или не болеть, это, к сожалению или к счастью, не мы решаем, это решает наша иммунная система. Я имею в виду, что должно быть право выбора, ходить на работу или не ходить. Если я хожу, это моя ответственность, значит, я за это отвечаю. И я считаю, что люди должны быть больше информированы о том, как это лечится, потому что людям прописывают... Я не врач, я в этом не понимаю, но я знаю, что антибиотики при этом пить нельзя, а им их прописывают некоторые врачи. Я считаю, что люди малоинформированы, некоторые люди занимаются самолечением. Ну, мне сложно. Хорошо. Сейчас на законодательном уровне вот то, что вы предлагаете, не прописано никак от слова «совсем». Да. Вы будете обращаться к кому-то из, может быть, народных депутатов, чтобы они выходили в зал Верховной Рады с подобным предложением, либо же будете составлять какую-то петицию на сайте президента, чтобы это можно было перенести из общественной плоскости в какую-то юридическую? Вы понимаете, я маленькое предприятие, я мама двоих детей, и никогда таким не занималась. Я настолько далека от петиций Верховной Рады и всего подобного, я даже не понимаю, с какой стороны это делается. Но я верю, что есть люди, на которых мой призыв подействовал, люди, которые понимают в этом, люди, которые в этом разбираются и знают, что нужно в этих случаях делать. Потому что есть куча общественных организаций, которые этим занимаются, куча волонтерских организаций. Ну, если они все переложат ответственность на меня, ну, я одна не справлюсь. В городе у нас есть как минимум 4 народных депутата-мажоритарщика, ну, 3 реальных, один мифический. Я думаю, кто-то из ребят сможет обратить внимание, из тех, кто избирался по округам, пообщаться с Екатериной. Возможно, как-то вы сможете понять, как это можно прописать верно с точки зрения законодательства. Вы когда писали этот пост, командой советовались? Нет, я была сама, и это было очень неожиданно, я не готовилась. Ну, это было очень стихийно. У меня начали труситься руки, у меня поднялись эмоции, я начала писать, и это было из-за себя, да, эй, ты, давай ты меня сейчас сфотографируешь. То есть это было, это не было какой-то спланированной акцией. У нас есть звоночек, мне подсказывает, на связи Владимир. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер, здравствуйте. Я хотел бы поддержать вот эту девушку. Она права. Каждый из нас должен сделать выбор. Либо мы работаем, либо мы не работаем. Понимаете? Вот всех отправляют за свой шот. А, коронавирус у нас, подождите, ну, а как же нам выжить? Государство нам не помогает. Как же им выжить? Предпринимателям, которые работают. Вот я тоже предприниматель. Дальше. Мы сами делаем свой выбор. Если мы можем помочь людям, мы помогаем. А государство нам не помогает. Оно отправляет нас в отпуск на свой шот. А дальше что? И как дальше нам выжить? Спасибо большое. Ну, это скорее не вопрос был. Это такой крик души. То есть поддержка у вас уже пошла в массу. Ну, вы понимаете, мне написали, что вот в Германии полный, значит, сейчас локдаун. И что вы хотите сказать, а не тупые ростки делать? Извините, в Германии 2800 евро пособия. Со всего малого бизнеса снимают налоги, аренды. Ну, это если мы стремимся в Европу, так давайте уже по всем пунктам стремиться. Хорошо. Вот вы написали пост. Вы говорите, что вы готовы добровольно отказаться от медицинской помощи в случае чего, не дай бог. Насколько вы серьезно, в принципе, оцениваете угрозу коронавируса? Насколько вы серьезно расцениваете пандемию? Я очень серьезно к этому отношусь, и я боюсь этого. Но если мне станет вопрос, Катя, ты работаешь или сидишь дома, я буду рисковать и работать. Потому что вероятность, что я умру от коронавируса, она, например, 10%. А то, что я умру потом от голода и мои дети, она 100%. Потому что некому будет помочь даже моей семье. Мне некому будет обратиться, потому что без работы останутся все вокруг окружающие. Кроме, возможно, бюджетников, которые со временем тоже останутся без работы, потому что им платят зарплаты с налогов. Понимаете? По поводу угрозы коронавируса, буквально вчера написал, выступил на брифинге министр Степанов, министр здравоохранения. Вот что прозвучало. Ситуация с распространением коронавируса в Украине приближается к критической. Преодолеть пандемию можно только при условиях ответственного отношения каждого гражданина к установленным правилам, заявил министр. Обращаюсь к каждому, независимо от того, где он находится. Тут, в сессионном зале, по ту сторону экрана телевизора, в общественном транспорте, в магазине, на работе или дома. Я обращаюсь к каждому украинцу. Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. К таким заявлениям как вы относитесь? Насколько оценка, что мы близки к катастрофе, насколько она реально, насколько она соответствует картине сегодняшней? Я полностью поддерживаю. Но это ответственность. Он говорит, вы слушайтесь, он не говорит, закройте предприятие. Он говорит, что ответственность лежит на каждом из нас. То есть каждый из нас несет ответственность за свое здоровье и за здоровье своего ближнего. Закройте своих родителей дома, за которых вы переживаете. Помогите им, чтобы у них была еда, лекарства и все, что им нужно. Пусть те, кто в группе риска, будут на самоизоляции. Пусть те, кто боятся, будут на самоизоляции. Но я хочу иметь право выбора. Я соблюдаю все санитарные нормы. И вы понимаете, мы должны понимать, что это не на год и не на два. И даже если завтра придумают вакцину, вирус мутирует. И эту вакцину, ее нужно будет еще раз перепридумывать. То есть мы попадаем в такую ситуацию, которая может продлиться 5, а может и 10 лет. Вирус никуда не денется. Мы теперь все время с ним. И нам нужно уже учиться жить с ним. Но если каждый год нам будут делать карантин, то в Украине малый бизнес, средний, наверное, тоже, он просто умрет. И это будет не то, что экономический кризис, это просто начнется уже какой-то холокост. Сейчас будет немножко отход от темы и немножко политики. В общем, к прививкам как относитесь? У моих детей есть прививки. Я думаю, этого ответа достаточно. Да, если вакцины закупать, если будут закупать вакцины из-за рубежа, это нормально для нашей страны? Ну, если мы не придумаем свою вакцину, почему нет? А тут просто звучали заявления перед выборами некоторых политиков, что они проводят переговоры о том, чтобы закупить вакцину в Российской Федерации. И об этом ломали копья. С одной стороны, ура, патриоты, которые кричали, ни в коем случае нет. И с другой стороны, так называемая, чтобы не обижать никого, скажем так, либеральные пророссийские представители, которые говорили, нет, нам это может помочь. Как бы вы отнеслись, если бы возникла перспектива закупки вакцины из российской Федерации? Вы знаете, если заболеет кто-то из моих близких, то вопрос даже не стоит. Мне кажется, это, ну, вообще смешивать политику, здоровье, творчество, ну, политика это отдельно. Вы понимаете, это, как раньше говорили, паны дырутся, у казаки в чубы летять. Почему мы, простые люди, должны страдать от тех, кто делит деньги, делит власть? Я не вижу между этого связи. В России есть такие же прекрасные ученые, как у нас. Они не выбирали такую жизнь. Ну, к сожалению, у нас в стране с политикой связаны абсолютно все сферы. Очень интересная статистика. Я вот смотрю по поводу нашего интерактива. За вариант умереть от коронавируса из двух зол выбирают именно это. Большинство подавляющее тех, кто сейчас дозвонился на нашу линию. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. 726-3326, номер студии. Катерина, вот вы говорите, что нужно соблюдать какие-то нормы, вы готовы работать. Если клиенты ваши, которые приходят к вам, посетители, они пойдут в условиях жесткого локдауна, если вот карантин ведут до такой степени, когда будут на месте правоохранителей штрафовать за отсутствие маски прямо на улице, пойдут люди к вам или куда-то? Я уверена, что пойдут. Люди сходят с ума уже дома. Ну, это невозможно. Вы видели статистику, сколько людей спрыгнуло с окон за вот этот короткий период? Я такого в жизни не видела. Люди просто прыгают с окон, потому что это очень сильно давит морально. Ну, мир настолько поменялся, и мы просто становимся, ну, маски и все, это все, что нас заставляет, такое ощущение, что какое-то рабское время, как будто мы крепостные, нами просто управляют. Сделайте так, сделайте так. Вы помните того человека, который вышел без документов, и его оштрафовали на 17 тысяч гривен? Меня оштрафуют за то, что у меня клумбы стоят возле кондитерской. Меня за это штрафуют. Они называют... Это как-то связано с коронавирусом? Нет, я просто говорю за что-то несправедливое. Я думал, я пропустил какие-то нормы, я решил уточнить, мало ли. Нет, нет, они назвали мои клумбы мафами, малоархитектурной формы. То есть реальные незаконные мафы стоят, а меня штрафуют за клумбы, в которые я каждый год высаживаю цветы, а неблагополучные граждане их вырывают своим невестам. Но я все равно их туда сажаю, потому что я хочу, чтобы мой город был красивый. Это привет Департаменту благоустройства Гурсовета. Да, это отдельная грустная тема. Вот вы сказали, нужно соблюдать правила. Можете рассказать, как бы вы работали, какие правила вы бы установили для своих клиентов в условиях жесткого карантина? То есть поэтапно, дорожная карта, как можно прийти безопасно, не знаю, в кафе условное посидеть, выпить кофе там? Я считаю, что это только на ответственности каждого. Мы не можем это проконтролировать. Даже то, что они меряют температуру, человек уже может быть заражен до этого и инфицировать других. Это только на ответственности каждого. И я все равно считаю, что большинство из нас переболеет, потому что вакцину скоро не придумают, а вирус он есть, и он никуда не денется. Поэтому у меня нет такой дорожной карты. Маски, да. Ну, вы искренне считаете, что эти маски помогут? Нам до карантина все говорили... Я понимаю, что пить кофе в маске неудобно. И кушать тоже. Понимаете, до карантина нам все говорили, что маски, они нужны только тем, кто инфицирован, для того, чтобы когда он чихнул, оно там куда-то не попало. Ну, а если оно передается воздушно-капельным путем, даже воздушным, эти маски у всех, даже если они не на носу, то они имеют очень большое пространство, куда они выходят и заходят. Невозможно маской этой уберечься, понимаете? У нас есть звонок зрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, у меня вопрос такой. Хорошо. Вот мы думаем о том, чтобы сделать против коронавируса какие-то, понимаете, вот, как бы вам сказать, защиту от коронавируса. Изобретаем. Скажите, пожалуйста, вот Украина, она и может сделать антивирус? Есть у нас врачи, институты, которые могут разработать это или нет. Я думаю, что у нас не хватает финансирования для того, чтобы ученые могли в такие короткие сроки разработать вакцину. Я думаю, вот поэтому. Ну, у нас на разработку вакцины выделили 25 миллионов гривен. В рамках Украины эта сумма смешная, довольно. Я вот приведу только данные, которые озвучил премьер-министр Шмыгаль. Премьер-министр поручил регионам дополнительно увеличить на 25 тысяч количество коек для лечения больных коронавирусом. На 25 тысяч. Нам нужно 25 тысяч дополнительных коекомест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, не нуждаются в ремонте, обеспечены теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос. Если они будут нужны, не стоит. Их нужно начинать готовить под дополнительные коекоместа, без обсуждений. Вот такое заявление сделал Денис Шумгаль. И в то же время мы видим, что выделяется на разработку вакцины только 25 миллионов. Вот, собственно, ситуация нагнетается. До этого я зачитал заявление Степанова, сейчас премьер-министр заявления. Как думаете, все-таки пойдут навстречу малому бизнесу, среднему бизнесу в правительстве нашем и помогут ли пережить сложный период? Вы понимаете, когда был первый карантин, они сняли налог ЕСВ, который аж 500 гривен, а остальные несколько тысяч, больше десяти, все предприниматели платили. То есть они могут сделать какой-то вброс, что а-ля они помогли, но на самом деле это какой-то существенной помощи не будет. Единственная их помощь, которую они реально могут сделать, это дать людям возможность работать и делать свой выбор. Вот эти кое-како места, которые они говорят сейчас заготовить, их нужно было заготавливать еще летом. Не делать день города, а на эти деньги поставить койко-места. Ну, в Одессе у нас действительно готовились к выборам и дню города, после которого мы все, собственно, и увидели скачок заболевших, и после этого переполненные больницы видели все. Хорошо. Как вы выживали в условиях первого локдауна, и возможно ли это реализовать, если сейчас будет аналогичная ситуация? Как я говорила в начале, в ресторанной сфере зарплаты платят с двухнедельной отсрочкой. Поэтому, когда мне сказали, что мы вас закрываем, у меня остался огромный долг по зарплатному фонду, по арендам, по коммуналке. Мы вышли с моими детьми работать в мой цех, и мы сделали торт, поставили на него цену самую низкую из всех, что было из моих изделий, и мы сами ночью их развозили потом по домам нашим клиентам. Таким образом, мы за неделю набрали обороты, для того, чтобы я могла потихоньку возвращать сотрудников и отдавать им их зарплаты. И вот так мы проработали весь карантин. Мы начали лепить пельмени для наших гостей и тоже развозить их по домам. Это было очень сложное время. Моим дочкам 12 и 13 лет. Мы работали по 16 часов в цеху, пока я не смогла потихонечку возвращать весь свой персонал и всю свою команду для того, чтобы у них была работа и чтобы мы могли им выплатить зарплату. Еще один карантин. Мой бизнес не выживет, потому что те долги, которые у меня случились тогда, я с ними еще не рассчиталась. Мы только открылись и начали потихоньку-потихоньку раздавать долги и закрывать все обязательства. Поэтому второй раз мне нечего больше продать. У меня была хорошая машина, я купила битую, американскую. Пришлось продать машину, чтобы как-то выровнять ситуацию финансовую? Да. Хорошо, вот какая реальная поддержка может быть, помимо того, что есть сейчас, от государства? Ждете на какие-то условные дотации для бизнеса? Или хотя бы не мешайте поддержке вашей? Пусть дадут работать. Мне не нужны их дотации, мне подачки их не нужны. Дадут работать, это чтобы не закрывали, правильно? Это чтобы не закрывали. Выходного дня об этом даже речи быть не может. Вы понимаете, что... Имейте в виду карантин выходного дня. Карантин выходного дня. Ресторанная сфера получает 70-80% выручки за эти два выходных дня. А для арендодателя это будет поводом не снимать аренду. Если в карантин я упросила своего арендодателя одного, у меня цех и кондитерская в разных местах, одного скосить мне на 100% на месяц только аренду, а второго на 50%, то сейчас для них это будет повод... В смысле, ты же работаешь? Ну ладно, выходные. Давай вычтем тебе сколько там? 8 дней из аренды. Но эти 8 дней это 80% моей выручки. Если мы уйдем на доставку, а доставка это 10% выручки, этого даже не хватает покрывать зарплатой и все расходы. Тут речь не идет вообще о заработке. А какая-то переквалификация это вообще не вариант? То есть переход на ту же доставку? Вы понимаете, доставки, фирмы доставок, они берут 20% с ресторан... 20 и 30% с ресторанной сферы за свои услуги. Возможности организовать свою доставку, нанять еще людей, там, мопеды, машины, у многих возможности нет. Плюс у некоторых ресторанов, как и у меня, наш товар, он не подлежит перевозке. Если мы и пирожные повезут на мопеде, ну, от них ничего просто не останется, понимаете? Поэтому доставка это не вариант. Доставка это для... Ну, то есть есть те, которые работают только на доставку, и у них своя доставка. Да, они еще как-то могут порахтаться. Но те, кто работают оффлайн, для них доставка это больше убыток, понимаете? Ну что ж, мы будем надеяться, что ваше выступление не останется неуслышанным на самом верху. Мы со своей стороны приложим к этому максимум усилий, потому что действительно в аналогичной ситуации оказываются очень многие, как в Одессе, так и по всей стране. Так что будем рассчитывать на резонанс, который сработает в этот раз в плюс. Спасибо. Собственно, у нас был интерактив озвучен, что для вас страшнее в условиях пандемии? Потерять свой бизнес, работу, или умереть от коронавируса? А 36% проголосовали за потерять свой бизнес. Ну и, соответственно, подавляющее большинство готово стать жертвой коронавируса, но не расставаться со своим бизнесом. Такая вот, на самом деле, статистика очень жесткая, которая заставляет задуматься. Екатерина, спасибо вам большое за... Спасибо. ...за того, что вы вынесли эту ситуацию в публичную плоскость, за то, что вам хватило смелости потом не просто остаться просто постом в Фейсбуке, а выйти дальше на телевидение, на другие платформы, и рассказать реальную ситуацию. Возможно, действительно, это увидят те же народные депутаты, те же представители нашего руководства страны, и как-то они смогут повлиять на сложившуюся трагичную, действительно, ситуацию. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо вам, что отозвались тоже. Спасибо. А прямо сейчас наш корреспондент Мишель Арманд находится в городсберкоме, готова уже рассказать о результатах выборов, которые они не могут огласить уже вторую неделю. Мишель, скажи, пожалуйста, что известно на данный момент, какие цифры уже озвучили? Добрый вечер, студия. Ну, я вас особенно не порадую сейчас, потому что результаты не до конца оглашены. То, что мы имеем на данный момент, это лидеры по партийным силам, вышли пять партийных организаций, действующая организация мэра нашего города получила 26,19%, ОПЗЖ 23,66%, Слуга народа 12,46%, Европейская солидарность 11,87%, и партия Шария получила 6,82%. На данный момент по результатам голосования за городского голову озвучены только результаты по Киевскому району. Я их назову. За действующего мэра 16,278 голосов, за Николая Скорика 12,364 голоса, за Олега Фельмонова 5,534 голоса и за Петра Обухова 5,985 голосов. На данный момент подсчет все еще идет. Ну, они готовятся огласить все цифры, вот просто подводят как бы итог. Мишель, спасибо тебе большое за оперативную информацию. Я напомню, что наш корреспондент сейчас находится в городской оберкоме. Там пытаются огласить результаты выборов. Подсчет идет уже вторую неделю. Катя, на выборы ходили? Нет. Нет? Вот как же вы так аполитично и столь социально активны? Я не знаю, за кого мне голосовать. Тоже аргумент. Ну, сейчас как бы агитация разрешена, но мы агитировать не будем. Мы сделаем небольшой анонс. У нас тема, которую мы затронули сегодня, продолжится и завтра. Завтра у нас будет большое ток-шоу «Прожектор». Полтора часа в студии с экспертами. И как раз будет обсуждаться тема выживания бизнеса в условиях локдауна. Катерина будет одним из гостей студии. Поэтому не переключайтесь. Уже завтра будет у нас новый эфирный день. И будет много чего интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова